Всем привет! Вы как всегда на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Славян, вот мой инстаграм, подписывайтесь. Я сегодня вас приглашаю в интереснейшее путешествие по водопадам Сочи. Ловите мою подборку топ 5 водопадов, которую точно стоит посетить и самое главное, что среди этих водопадов есть рекордсмен. Оставим его напоследок, поэтому досматривайте выпуск и поехали! И первый водопад, на котором мы вместе с вами сейчас оправимся, называется он Ореховский. Считается одним из самых высоких и живописных среди аналогичных природных объектов. Он расположен вблизи Черноморского побережья Краснодарского края. Достопримечательность находится всего в 14 километрах от курортной столицы России. В том месте, где река Сочи принимает в свои объятия речку Безуминку. Ну что, ребята, мы отправляемся на Ореховский водопад. Начали свой путь. Так, ребята, вот такие ступеньки. Еще сделано максимально безопасно. Ореховский водопад является двухступенчатым или двухкаркасным, в связи с чем его название часто произносится во множественном числе. Наиболее зрелищным считается нижняя ступень. Она пользуется популярностью не только у путешественников, но и среди эзотериков, утверждающих, что это место обладает неземной силой. Вход, на наше удивление, пока остается совершенно бесплатным. Здесь можно сделать красивые фото и искупаться. Коль мы пришли на водопады, нужно обязательно искупаться. Правда, я не знаю, как это сделать. Фу, как-то надо нырнуть в этот небольшой бассейн. Также можно искупаться на вершине этого водопада. Мы купались именно там, вместе с детками. Еще можно немножко поэкстремалить и подняться чуть выше данного водопада, как сделал это я. Но, конечно, это всегда опасно, потому что скользко, поэтому не рекомендую. И очень-очень грязно. Посмотрите, на кой мы высоте уже находимся. Такой интересный выступ. Вот мы прямо уже рядом с водопадом. Гляньте, какая красотища! Ребята, мы достаточно долгое время прожили в Сочи. Посетили просто максимум всего, что здесь можно посетить и написали свой авторский гайд. Цена этого гайда всего лишь 490. Приобретайте, изучайте и путешествуйте по Сочи с удовольствием. Там есть все, начиная от Лазаревского района до самой Красной Поляны. Чтобы приобрести, напишите либо мне в директ, либо Настеньке в директ в инстаграм. Приобретайте, изучайте и путешествуйте. Продолжаем. Ребята, мы приехали на водопад Пась Дракона. Данный водопад расположился недалеко от села Монастырь, вблизи трассы Адлер Красная Поляна. Данный водопад носит название Голубой Яр. Но туристы его привыкли называть Пась Дракона. По-моему, так даже интереснее. До водопада добраться очень и очень просто. Едете на машине, там далее есть парковка. Оставляете машину и двигаетесь по указателям до самого водопада. На входе в ущелье нужно будет заплатить 200 рублей. Но перед этим есть красивые места. Это горная речка, подвесной мост через реку, по которому вам обязательно нужно будет пройти. Водопад Пась Дракона пользуется популярностью круглый год. Однако лучше всего сюда приходить ранней весной. В это время годы талые воды с избытком наполняют реку, и водопад превращается в мощный поток воды. Мы даже были здесь в том моменте, когда здесь за 4 года водопад не был таким. Огромные тонны воды спускались сверху. Было даже страшно. У подножья вода разлетается многочисленными брызгами, насыщая воздух влагой. Особенно красиво здесь безоблачные дни, когда подсвеченные лучами солнца струи водопада блестят и переливаются всеми цветами радуги. В летний сезон водопад превращается в тонкую струйку, набирая полную силу только во время ливней. В особо засушливые дни водопад Голубой Яр может даже полностью пересохнуть. Несмотря на это, прохладно и свежо здесь постоянно. В общем, этот водопад точно рекомендую. А мы с вами двигаемся на третий водопад. Точнее, на третье водопады. И называются они Огурские водопады. Одна из самых природных достопримечательностей Сочинского национального парка. Вход сюда платный. Они находятся в 13 километрах от центра Сочина, территории Хосинского района. Расстояние до берега по прямой всего лишь 3 километра. К этим водопадам идет тропа, прорубленная в скале. Место очень красивое. Она была создана еще в 1911 году. Представляет собой дорожку, огражденную поручнями безопасности. Буквально через 300 метров эта тропинка выходит к Огурскому каньону. Он раскинулся слева от тропы. Здесь находится Чертова Купель. Маленькое озеро, созданное речкой Огура. А также Чертова Нора. Пещера. Нижний водопад расположен в полутора километрах от этого каньона и считается наиболее зрелищным. Нижний водопад двухкаскадный. Вода падает с высоты 18 метров и 12 метров. Половодный. В половодный сезон два потока с брызгами пересекаются. Под этими потоками образовался бассейн, вода в котором отличается чистым голубным оттенком. Конечно же, по моей маленькой традиции, именно здесь я искупался. Очень холодно. Средний водопад находится примерно в 500 метрах выше по течению реки. Сюда ведут лестницы. Нужно преодолеть подъем из множества ступенек. Водопад достаточно широкий. Поток часто разделяется на несколько струй, стекающих в природный бассейн с высоты около 23 метров. Ну и третий верхний Агурский водопад с уверенностью, можно сказать, самый фотографируемый. Его мощный поток шумно обрушивается в низкий с высоты 20 метров. Мы начинаем с вами наше путешествие по Змейковским водопадам. Да, четвертый водопад, который я вам рекомендую, называется Змейковские водопады в Сочи. Достопримечательность Хостинского района находится вблизи поселка Измайловка на русле реки Змейка. И так как они находятся на территории парка, для доступа к нему нужно внести 200 рублей в кассу. К каскаду Змейковских водопадов ведет приятная лесная дорога, прогулка по которой не требует особо по физической подготовке. К каждому водопаду можно подойти поближе, а в летнее время искупаться. Поэтому не забывайте взять с собой купальные принадлежности. Основной маршрут открывает 7 природных водопадов высотой от 1,5 до 10 метров. Красоты здесь нереальные. Берите с собой еду, воду и отправляйтесь на прогулку. А самый высокий из них это нижний водопад, включающий 2 каскада до 10 метров каждый. Обычно их даже считают за 2 раза в водопадах. Здесь конечно же я искупался. Была весна, было очень холодно, но у меня есть такая небольшая традиция искупаться в водопадах. Еще здесь есть ресторан и баньки, которые можно посетить с классной компанией. А мы с вами отправляемся на последний, финальный, пятый водопад. На самый большой водопад Европы. Который называется водопад Поликаря. Либо в простонародье штаны. Одно из самых ярких подтверждений тому, что Сочи это не только море и олимпийские деревни, но и возможность посетить необыкновенные уголки нашей планеты, над которыми потрудилась сама природа. Высота водопада Поликаря 70 метров. Примечательно, что это один из самых высоких водопадов в Европе. Однако часто туристов привлекает не высота, а другой факт. Наличие снега и ледников у порога водопада даже в июне. Сам водоем питается в основном тающими снегами горного хребта Аибга. В остальное время он наполняется выпадающими там осадками. По этой причине наблюдать за водопадом во всей его красе возможно только в мае, в июне. Далее он идет на убыль. Но и у этого есть преимущество. Только в убывающем водопаде в июле и августе можно искупаться. Вода здесь чистейшая. Вот такая вот подборочка водопадов из Сочи у нас с вами получилась. Как вам? Пишите в комментариях. Если не были, пишите, хотели бы вы здесь побывать. А если были, пишите в комментариях свои эмоции. Я с вами прощаюсь. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока!